Всем привет! По уже сложившейся традиции в течение 4 лет я вам показываю самый важный тортик для меня. Это тортик на день рождения для моего ребенка. В этом году это будет двухъярусный тортик. Это тортик сверху цветной для деток, а внизу будет слой для взрослых. День рождения должен был быть ярким, потому что он проходил во время карантина, дома, но сюрприз должен быть сюрпризом. Тортик получился очень вкусным и очень интересным, понравился и детям и гостям. Давайте приступать! Для начала, для нижнего яруса я буду делать безе. Для безе белки изначально я взбиваю с сахаром до растворения сахара. После того, как сахар полностью растворился, добавляю сюда сахарную пудру и еще пару минут повзбиваю до получения пышной стабильной массы. Тем временем я измельчаю поджаренные уже орехи и добавляю туда к ним кокосовую стружку. Полностью всыпаю всю сухую смесь белки, аккуратно лопаткой перемешиваю все до однородной массы. Затем мне нужно будет выложить в два вот таких вот коржа. Безе еще капельку увеличивается в ширину, учитывайте это. Разравниваю безе по кольцам и кольца просто вверх приподнимаю, оставляется сам один коржик внизу. Отправляю безе сушиться в духовку. У меня газовая духовка, поэтому на минимальном огне на верхнем ярусе сушится, приоткрыв дверцу на 3-5 см. Сушится довольно долго, около 2 часов точно. Теперь нам нужно яблоки карамелизировать. Добавляю 2 столовые ложки сахара. После того, как он растворился у меня на сковородке, добавляю туда масло и яблоки. Цвет яблок абсолютно не имеет значения. Разравниваю яблоки по карамели. И через время еще 1-2 раза яблоки я перемешаю. Часто не перемешивайте, чтобы яблоки у вас не превратились в кашу. Можно добавить немножечко корицы. Здесь уже по вкусу как вам нравится. Перемешали и выкладываем на тарелочку тонким слоем, не очень широким, чтобы яблочки по-быстрому остыли. Теперь можно заниматься самим шоколадным коржом. Для шоколадного коржа я взбиваю белки с сахаром до растворения сахара. Затем добавляю туда сметану с желтками. Буквально чуть-чуть перемешиваю пару раз, чтобы просто соединилась вся смесь. И добавляю уже полностью перемешанную смесь какао, соды и муки. И лопаткой снизу вверх, либо ложкой перемешиваю до получения однородной и вот такой вот воздушной массы. Посмотрите, какая она красивая, стабильная и очень воздушная. Отправляю массу в кольцо и начинаю втыкать перпендикулярно яблочки. Они могут не полностью у вас влазить внутрь теста, но ничего страшного, тесто поднимается. Нам как раз таки нужно, чтобы яблочки были полностью покрыты тестом. Отправляю в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. Минут 30-40 печется этот корж в зависимости от вашей духовки. Пробуйте на сухую шпажку. Достаю корж из кольца и оставляю его полностью остыть. Для крема мне понадобится размягченное сливочное масло, в которое я постепенно добавляю сгущенку вареную. И после того, как сгущенка полностью с маслом соединится, это может быть взбивание несколько минут, добавляю сюда по чуть-чуть коньяк. Коньяк придаст очень вкусную нотку. Этот ярус у меня будет для взрослых, поэтому коньячок сюда в самый раз. И взбиваю еще пару минут до получения вот такого вот однородного и очень вкусного красивенного крема. Он должен быть очень воздушный и легкий. Сейчас разрежу шоколадный корж и покажу, какой он получился внутри. Посмотрите, он полностью внутри с яблочками. Яблочки придают такую и сочность коржу. Его пропитывать не нужно. И при этом корж очень насыщенный и шоколадный. Начинаем сборку. Слегка кремом намазываем сам низ, чтобы тортик не ездил. Ставим первый корж. Добавляем четвертую часть крема. Берем коржик из безе. Он полностью у нас просохший. И корявенькой стороной его вниз кладем. Для того, чтобы потом сверху было удобненько выравнивать. Опять здесь крем. Опять шоколадный корж. Опять крем. Опять безе. В общем, чередуем. Остатками крема обмазываем бока и верхушку. Можно чуть-чуть поставить под пресс. Отправляем немножечко остыть. Этот уже собранный наш ярус. Для цветных коржей я ставлю яйца с сахаром взбиваться в комбайне. Тем временем я смешиваю сухие ингредиенты. Здесь мука, крахмал и разрыхлитель. Просто перемешиваю их. Также растапливаю сливочное масло. И после растворения сахара в яйцах добавляю его в чашу. Буквально чуть-чуть оно перемешивается. И начинаю добавлять сюда все сухие остальные составляющие. И перемешиваю до получения однородного вот такого вот теста. Если тесто получилось у вас совсем жидким, добавьте еще чуточку муки. Это тесто я разделила по весу на одинаковое количество. Добавила краситель и сделала вот таких вот 7 прекрасных цветов. Красители можно использовать любые. У меня здесь были и сухие, и гелевые. В общем все коржи получились по-разному. Беру кольцо и в кольце распределяю такой вот небольшой коржик. Отправляю его в духовку. Духовка разогрета почти до 200 градусов. Буквально они пекутся 4-5 минуточек. Просто чтобы они сверху стали матовые. И чуть-чуть начали по краю золотиться. Затем опять ставлю кольцо и вырезаю уже ровный круг. Остатки убираю. Эти остатки потом пойдут у меня на выравнивание. Получилось вот таких вот 7 очень ярких и красивых коржей. В этом тесте прекрасно сохраняется именно цветовая гамма. С ним очень удобно работать, если у вас цветные коржи. Для крема я опять-таки возьму яблоки. В такую вот стеклянную посудину. Накрываю ее второй стеклянной посудиной. И отправляю в микроволновку на 10 минут. Для того, чтобы яблоки пропеклись. Достаю потом их из кожуры. И затем уже эту яблочную смесь перебиваю вот в однородное вот такое вот пюре. Пюре нам нужно 400 грамм. Затем 400 грамм пюре я добавляю сюда сахар, крахмал. И отправляю на огонь, чтобы эта масса чуть-чуть загустела. Само пюре уже и так бы нам подходило, но после добавления сахара оно становится мягче. Поэтому нам нужно его немножко загустеть. Проварю до появления первых пузырей. И затем уже вот такой вот яблочный крем накрываю пленкой встык. Отправляю, чтобы он остыл. Потом нам понадобится размягченное сливочное масло. И такой же самой температуры. Это обязательно яблочное пюре. У нас уже остыло. Добавляю его частями к взбитому сливочному маслу. Сливочное масло должно быть изначально взбито где-то минут 5. Добавляем и у нас должен получиться тоже вот такой вот однородный красивый крем. Почему этот крем у нас должен быть именно масленный? Именно для того, чтобы у нас не линял цвет коржей на крем. Чтобы он не переносился. Если бы мы использовали какой-то сливочный, то у нас могли немножечко линять цвета. Чтобы нормально установить второй ярус, беру коктейльные трубочки. Вставляю в центр. Намечаю где у меня должен быть конец коктейльной трубочки. И на этом месте обрезаю ее. Беру еще 5 трубочек. Примеряю к самой центральной и обрезаю их все. Чтобы они были у нас одинаковой длины. Это будут опоры для верхнего яруса. Для того, чтобы у нас не продавливался нижний ярус. Вставляю их одну в центре. Остальные где-то за 2-3 сантиметра до края. Чтобы они держали подложку верхнего яруса. Устанавливаю подложку верхнего яруса. Слегка ее тоже смазываю кремом. Опять-таки, чтобы не ездили у нас коржи. Вы видели, я крем разделила сразу на все коржи. Для того, чтобы это так просто удобней. И начинаю собирать тортик. Здесь у меня просто коржи с кремом. После того, как тортик собран, ему нужно отстояться хотя бы час-полтора на холоде. Для того, чтобы крем у нас стабилизировался. И затем мне нужно было обрезать и придать форму яйца моему тортику. Обрезаю его снизу немного. Закругли вниз. И обрезаю сверху. Шоколадных обрезков у меня получилось значительно больше. Поэтому небольшую горку верхушки яйца я сделала именно из шоколадного коржа. Вот такое вот у меня яйцо получилось. Из всех остальных обрезков добавить туда еще немножко остатков крема. Я измельчила и обмазываю боковушку тортика. Для того, чтобы выровнять его полностью. И он стал у меня более податливый для того, чтобы выравнивать его ганашем. И меньше ганаша на него ушло. Далее выравниваю шоколадно-масляным ганашем. Ссылочку на него вы видите у себя на экране и оставлю еще в описании под видео. Мастику буду делать тоже я сама. Из маршмеллоу, самую обычную, которую я вам тоже уже рецептик давным-давно показывала. Для начала обязательно пластиковую какую-то емкость смазываю сливочным маслом. Высыпаю туда маршмеллоу, обычные вот такие вот со вкусом пломбира, беленькие, не цветные. Добавляю патоку сюда. И отправляю это все в микроволновку, где-то на минуту-полторы. Также нам еще нужно добавить сюда немножечко сока лимона. Я буквально просто отрезаю дольку лимона, небольшую, и выдавливаю с нее сок. Здесь не принципиальный прям громаж. После того, как масса в микроволновке у нас немного увеличилась и по центру, и по краям, достаем эту массу и перемешиваем ее, чтобы она стала более однородной, перемешалась там внутри патока, лимонный сок. После того, как мы немного перемешали, начинаем добавлять сюда сахарную пудру. Добавляем практически всю сахарную пудру, оставляем где-то 100 грамм для того, чтобы потом замешивать на ней. У меня вот такая вот сахарная пудра. Это бонзай, это самая мелкая пудра, которая у нас здесь есть. На ней удобнее всего делать мастику. Она получается однородная, мягкая, удобная в обтяжке, не рвется, не трескается, и там нет никакого крахмала в составе. А вы можете использовать любую другую, в которой вы уверены. Вначале просто замешиваю грубо ложкой, затем перехожу на стол и провожу замес на столе. После того, как мастика у нас станет абсолютно однородной, она должна быть все равно у вас тягучей, пластичной, такой, чтобы вы могли ней обтянуть тортик. Вы работаете, в принципе, как с тестом. Вы видите, я просто ее скручиваю, сворачиваю, разминаю, для того, чтобы она стала абсолютно однородной. Посмотрите, вот такая вот она гладкая получается, и при этом она очень пластичная. Далее мастику я, опять-таки, собираю в ком, и ей нужно 5 минут полежать в упаковке. Просто обтягиваете ее пленкой и даете еще 5 минут полежать в упаковке. После этого можно уже обтягивать этой мастикой. Раскатывать мастику советую на кукурузном крахмале. Во-первых, на нем удобней. Мастика прям получается такая глянцевая. Можно подровнять ее потом утюжком. И занимаемся обтяжкой. Тортик я обтягивала стоя, поэтому сзади у меня получился небольшой шовчик, который я потом задекорировала полосочкой цветной. Здесь я уже не буду удлинять видео и показывать, как я обтягиваю мастикой, потому что уже были такие видео. Если вам будет интересно, я вам обязательно покажу, как нужно обтягивать тортики мастикой. Но сейчас это уже не так актуально. Надпись у меня была из рисовой бумаги. В общем, праздник получился на ура. Тортик получился очень вкусный. Надеюсь, я не заболталась и успела вам рассказать все-все. Если у вас вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите их внизу в комментариях под видео. Я всем обязательно отвечу. С вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.